Над жителями Колы и Первомайского округа Мурманска навесла угроза. Всего в паре километров от их домов может появиться новая свалка площадью 500 тысяч квадратных метров. Единственный шанс горожан выступить против строительства общественное слушание. Они бы так и прошли незаметно из-за закрытыми дверями, если бы не интернет и сарафанное радио. Местная газета сообщила информацию тиражом всего 999 экземпляров. В дурно пахнущем деле разбирался Дмитрий Рябов. В небольшом зале Кольской администрации не протолкнуться. Вопрос для жителей Колы принципиальный. Практически вплотную к городу планируется строительство полигона для хранения и переработки твердых бытовых отходов. А проще говоря, свалки. От места стройки рукой подать и до Первомайского района Мурманска. По проекту всего два километра. Против такого соседства выступили всем миром. Я, конечно же, против. Интерес какой. Все стараются отодвинуть от поселений опасные для жизни объекты. А здесь налицо обратный процесс. Причем нам говорят, что по регламенту минимум один километр. И поэтому мы так и разместили. Но, может быть, хватит жить по минимуму. Надо стараться жить по максимуму. Потому что сейчас закладывается решение на будущее, а не на сегодняшний или завтрашний день. Конечно же, я против. А город еще будет расстраиваться. Завтра Господь даст, и он выставится еще километров на двадцать. И вот эта яма будет вокруг города. Ее не спрятать будет, ее ничего. И мы будем тратить деньги для того, чтобы ее охранять. То есть, представляете? Да, конечно. То есть, поэтому... Да нет, нет, ни в коем случае. Этого допускать нельзя. В то, что современные технологии сделают полигон практически незаметным, люди не верят. Говорят, свалка есть свалка. Как мусор не перерабатывай, запах инфекции и крысы будут непременно. Пример уже есть полигон в Дровяном. Как вы будете бороться с животными, которые будут жить на вашей свалке? Которые достигают размеров кошки. По схемам же все понятно. Открытое хранение пищевых и прочих отходов. Нам все понятно. Я технический работник, я не юрист. Юристы посмотрели эти документы, а вообще обалдели, каким образом все это было заведено. О целесообразности проекта стоимостью полтора миллиарда рублей говорила и директор Мурманского мусоросжигательного завода. Существующее предприятие загружено лишь наполовину и готово принимать весь мусор из Мурманска, Колы и Североморска. Парадоксальный вопрос поставил в тупик многих. Если уже есть простаивающий завод, зачем вообще понадобился полигон? А сейчас даже нынешние мусорные заводы не используются. Не используются на 100%. Потому что отходы идут на полигон дровяное. Единогласно люди проголосовали против строительства, однако выяснилось, что их голос веса вообще не имеет. По закону мнение рядовых людей носит лишь рекомендательный характер, а окончательное решение за специальной комиссией. Из семи ее членов лишь один нашел силы рассказать, как он будет голосовать. Ну я как член комиссии я гарантирую, что я буду голосовать против, чтобы не было там свалки. Потому что технологии, то что нам предлагают, я говорю, это разработки 60-х годов, 50-х. Сейчас есть, пожалуйста, деньги, все. Нет проблем никаких. И нужно удалять ее дальше. Расстояние это не вопрос вообще. Остальные члены комиссии, в руках которой и находится судьба Колян, предпочли отмолчаться и удалиться на недельное обдумывание. Дмитрий Рябов, Евгений Бугрицов, Арктик ТВ.